Мы с вами на программе «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Я сегодня не один. Александр Шевченко, старший пастырь «Дом хлеба». Приветствую, Александр. Приветствую, Юрий. Также главный продюсер интересного проекта – это «Богоискание славянских народов». Ну и твой неизменный спутник в этом проекте, Александр, это Уда Соколовский. Также приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Режиссер. Я так понимаю, Александр, это твои уши, глаза. Это ноги, руки, все. Я без лишних комплиментов и лести просто убежден, что Бог свел наши пути. И этот человек, он действительно находится на своем месте. Он делает колоссальную работу, перечитывает тонны информации. Вот мы потом совещаемся много, консультируемся с другими специалистами в области истории, христианской, славянской истории. И вот то, что вы наделали совместно, мы увидим через несколько минут очередной. Это очередная серия, или, как вы говорите, следующая часть из этого сериала – это «Богоискание славянских народов». И вы ее обусловили, как Петр Первый, это церковь под скипетром. То есть под скипетром – это жезл, я так понимаю. Да, если коротко, пусть у Деяновича объяснит, чем вызван такое название. Это не какая, что Петр был тот, который церковь поставил в зависимости от царского престола. Она перестала существовать самостоятельно, как это было до этого. То есть, если до этого патриарх был, который управлял церковью, духовное лицо, то после Петра, или уже при Петре, царь стал главой церкви. То есть церковь полностью находится под скипетром. Если царь держит скипетр, как символ власти, то церковь под ним, он глава церкви. Это был смысл, который мы с Александром заложили. То есть я верю, что вы считаете, что цель достигнута. Несомненно. Вы имеете в виду в чем? В проекте. Именно вот этого четвертого фильма. Но он еще не закончен. У нас еще есть две недели приблизительно. Все закончено, в основном, мы работаем. Ну а как с богоисканием все-таки наших народов? То есть нашли… Ищут. Ищут. Ох, ищут. Ищут. Мы об этом сегодня будем говорить. Но проект, я частью знакомился, частью с проектом заслуживает внимания. И добрых, теплых слов. Вот вам, как инициаторам и авторам этого проекта, почему подобного проекта на постсоветском пространстве, сделанного, как мы говорим, нашим братом? Нет. Да, делают, делают History Channel, делают Discovery, там они свои проекты, там огромные, многомиллионные, если не миллиардные финансы вложены. Вы же делаете это, я так понимаю, об этом мы также будем говорить с ракурса другого, так сказать. У вас это не коммерческий, я так понимаю, проект? Да, Юрий, вы же давно на телевидении работаете, вы знаете, о каких выгодах коммерческих может идти речь. Мы, наоборот, постоянно ищем и просим, чтобы люди поддержали, потому что немногие люди понимают по-настоящему ценность этого проекта. И вот этот весь видеоряд, вот этот антураж, вот эта вся внешняя сторона этой картины, это совсем не главное то, что мы стараемся сделать. Там смысл... Главное это содержание, весть, послание, акценты определенные, которые там действительно исторически выберены, достоверны. И потом мы убираем оттуда всякие призывы, там всякую агитацию, мы ни к чему людей не склоняем, мы не спекулируем людьми. Вот наш слоган фильма – это люди должны знать правду, а выводы они сделают сами. Совершенно верно. Вот вопрос, как восприняла первые три части, как восприняла, скажем, светская аудитория, если есть такая информация? Положительно. Положительно, да. Если говорить о том, что есть приберженцы, скажем, каких-то ортодоксальных или других религий, то каждый стирается защитить все-то свое. Ну, это естественно. А в целом, да, в целом хорошо. Когда мы получали рецензии даже некоторых видных людей на этот фильм, историков из правительственных кругов, были некоторые письма, комментарии, то они так и говорили. Мы прекрасно понимаем, кто делает фильм, мы не скрываем, кто делает фильм. Мы прекрасно понимаем, как бы, куда вы ведете зрителя. Итак, мы сейчас переходим. Мы переходим. Петр Первый, церковь под скипетром. Оставайтесь с нами на «Импакте». Смотрите ролик. Петр Первый становится главой русской православной церкви. Доминирующее слово в эту эпоху – это абсолютизм. Система контроля над населением, практически такого полицейского надзора, была возложена на церковь. Уздой железной Россию поднимает на дыбы. Церковная реформа Петра – это вообще главная реформа Петра. Это главное из его преобразований. Угол студио представляет. Петр Первый. Церковь под скипетром. Совершенно неправда говорить о том, что в России никогда не было религиозных войн. 500 лет европейской реформации. Впервые премьера в Праге. Понимание роли труда Петра было протестантским. 24 июня 2017 года в Конгресс-центре. Вход свободный. Всегда в среде простого народа шли искания. Поиск истины – просто поиск, который вышел за те границы, диктуемые церковью. Бесплатная регистрация на сайте 500reformation.org Скажите, пожалуйста, я так понял даже из этого ролика, что личность незаурядна. Личность Петра Первого, она, так сказать, противоречива во многих случаях. Но конкретно в плоскости нашей беседы он сыграл определенную роль, свою роль, ну скажем, в становлении протестантизма где-то. Ну, мы как верующие люди понимаем, что ничего не бывает случайного. Что Бог выбирает те ключевые личности, которым он совершает историю. Или совершает исторические повороты. Таким в свое время был Мартин Лютер. Таким был Кальвин и другие. Ну, что самое интересное, что такими же были и государи. И одним из таких государей был Петр Первый. И Бог его избрал для этого. Понимал ли это Петр? Сложно сказать. Но те изменения, которые он сделал, открыли дверь возврата верующих людей к Первопосельской церкви. А что его не устраивало в православии? Ну, были политические предпосылки. Во-первых, у православия был такой постулат, что солнце освещает луну. А луна – это отражение солнца. Они намекали этим, что царская власть – это луна. А церковная власть – это солнце. То есть царская власть вторичная. Поправьте меня, если я не прав. Но насколько я помню из истории, что он не в ладах особо был с духовенством. Он считал себя все-таки выше над этим. Но вот это высказание, с которым я сказал, принадлежит патриарху Никон. Патриарх Никон был главой православной церкви при отце Петра Первого, при Алексею Михайловиче. Алексей Михайлович хотел обвинить всю Русь, то есть все православие под московским патриархатом. То есть Константинополь был уже захвачен турками. Единственная свободная такая мощная страна православная – вот это была Московия. И поскольку ему удалось захватить Украину или присоединить Украину, скажем так, он решил, и не без таких предпосылок, что весь православный мир может стать одним целым. Для этого надо было сделать так, чтобы Москва действительно была главой. И вот эта идея, что стать во главе всего православного мира, породила в патриархии Никон и другую идею. Если весь мир будет под Москвой, то Москва будет под патриархом. И вот оттуда идут эти корни. И Петр, безусловно, как сын, понимал, что там произошло. Это привело к расколу, то, что называется великим расколом православной церкви. Об этом мы говорили в прошлой серии. И, безусловно, Петр, опасаясь этого, делал абсолютно все, чтобы пресечь вот эти попытки православия руководить престолом. Давайте так сказать, мы чуть-чуть в экскурс войдем, потому что историческими предпосылками, то, о чем вы говорите, все-таки это была та реформация, о чем было в ваших первые три серии, да, три части «Богоискания». Немного, немного, в течение 5-7 минут. Это для той части наших зрителей, которые, может быть, не знают, что все-таки сейчас идет этот год, является особым годом реформации. Итак, реформация. Что это такое? Александр. Ну, это очень большой такой пласт определенных общественных процессов, которые назревали или вызревали столетиями. В основном люди видят там Лютера, знают еще несколько фамилий, имен, но даже за 100 лет до Лютера тот же... До 16 века, мы имеем в виду. Да, да. Тот же Янгус, его проповеди, его мировоззрение, это были очень даже реформаторские взгляды. И он поплатился за это. Если судить о том, как вела себя католическая церковь, когда на фоне вот этого полного такого авторитаризма церковного и такой жесткой вертикали власти, которая подчиняла вся Европа и тогдашний мир, появляются люди с определенным зрением духовным, и начинает его проповедовать, насаждать, и к этому тянется простой Люд, это были реформы. И духовный мир очень бурно, эмоционально реагировал на это послание, на этот взгляд, свежий, новый, чистый, божественный взгляд. И потому Лютера, не Лютера, а Янагуса убрали. Но я считаю, что без Янагуса и ему подобных не было бы Лютера. В моем понимании Лютер не есть такой супермен, который смог повернуть ось человеческой истории. И я думаю, что это, во-первых, оно в обществе назрело, это была эпоха определенная, это было время. Потом были предшественники, были люди, которые, можно сказать, раскачали это все, заплатили за это дорого. Ну и плюс Дух Святой работал, мы так понимаем, несомненно. Разумеется, да. Потому спорно, сложно сказать точно, это именно церковь так раскачала мир, или в целом Бог так делал вообще все эти процессы, а церковь просто более быстро или глубоко реагировала на все эти процессы, которые Бог делал в обществе. Можно и так, и так судить об одном и том же событии. Но Лютер, он был, так сказать, пионером этого. Но Лютер оказался на гребне волны. Он как бы понял, он выпрыгнул на это, как серфингист. Вынесло его. Вынесло его. Помогите мне, почему тогда Роттердамский, он не вошел, так сказать, хотя он предшествовал, по-моему, Лютеру, да? Его почему-то гуманистом называют больше, чем реформатором, насколько Эразм Роттердамский. Эразм Роттердамский не пытался вернуть церковь к библейским началам. Эразм Роттердамский опирался на те же католические постулаты, которые тогда существовали в церкви. Лютер, наоборот, его вот эта соло-скриптура, которую он провозгласил, и там целый ряд вот соло, которые, что главное является, как раз поворачивали народ обратно к Библии, не к догме, а к Библии. И вот это был самый такой весомый шаг, который сделал реформацию. Без подготовки, без тех, которые были раньше, без цвингли, без виклифа, без гуса, без иронима, она не могла бы быть, потому что должна была быть подготовлена почва. И вот в тот момент, когда это было взрыхлено, Бог посадил это семя, и оно взошло. Интересно. И что вообще интересно наблюдать, что настоящие реформы, когда они возникают в обществе, они, конечно, духовны. Это первичное, что происходит с людьми, меняется как бы мировоззрение, меняется взгляд на мир. Потом оно отражается на всех, абсолютно всех остальных сферах общественной жизни. Оно идет, то есть, изнутри наружу, а не наоборот. Не наоборот. Это как раз принцип революции. Менять местами лидеров или перестановка, слагаемых местами, но содержание не меняется. Люди платят колоссальную цену, но суть не меняется. А вот эта эпоха Возрождения, она тем и прекрасна, что она поменяла мир во всех направлениях. В музыке, в искусстве, в архитектуре, вообще во всем. Там и рококон, и барокко там появилось, по-моему. Это уже позже. Это позже, но все равно она взаимосвязана с другими духовными процессами. Но если мы говорим о эпохе Возрождения, то оно выдвинуло личность как центр бытия или центр вселенной, человека. Вот это была заслуга. И после этого уже библейская истина о том, что нет ничего дороже, чем человек для Бога, отдельный человек, она уже имела под собой такую сильную основу. Понимаю. Итак, мы снова переходим на пространство уже Руси. Аннабаптисты в то время сыграли какую-то роль на мировоззрение не только Петра Первого, о чем вот эта четвертая часть эпопеи вашей? Аннабаптисты в Россию попали несколько позже. Это уже было при Екатерине. Екатерине Великой, это будет близительно 70 лет после Петра. Хотя начало было в Женеве, я так понимаю. Аннабаптисты были в Западной Европе, и там они уже были достаточно известны. Единственное, что их связь с Россией или с Московией не была такой, как после этого. Когда уже Екатерина начала приглашать колонистов, среди них было много аннабаптистов, которые приехали. И в том числе минониты. Да. Это были минониты, это были аннабаптисты, это были лютеране, это были кальвинисты. Это был целый ряд людей, которые приезжали сюда. Но что произошло в России до этого? В России была подготовлена почва. И почва была подготовлена в результате петровских перемен. Пётр своей церковной реформой подорвал не только мощь церкви, а подорвал веру в церковный догмат. И вместе с тем дал ход Библии. Пётр был тот, который хотел перевести Библию на русский язык. За 170 лет до синодального перевода. Интересно. И он, собственно, это сделал. Был такой пастор Глюк из Риги. Он был лютеранский священник, он был сам немец. Он воспитывал Марту Скавронскую, которая впоследствии стала императрицей Екатериной I, женой Петра I. И вот ему Пётр... То есть этот человек, который перевёл Библию с немецкой, лютеровскую Библию с немецкой, он латышский. И поскольку в Латвии находилось, вот в этом месте, в Лифляндии, находилось много беглых староверов, он стал переводить на русский язык. Это был старославянский, наверное, более чем русский, да? Нет. Русский? Именно на русский, да. То есть Пётр дал ему ход. Да. Пётр завоевал Ливонию, пригласил этого человека, или привёз человека в немецкую Слободу, дал ему ход. Он организовал в Москве первую гимназию, она до сих пор так и называется... А Кирилл и Мефодий потом появились, да? То есть услышите сейчас эту мысль, да, насколько она ценна, что при всём том, что Пётр так вот поступил с официальной православной церковью, он очень хотел дать Библию народу. На русском языке. На русском, народном, понятном для людей языке, да. И в то же самое время, скажите, какое было сильное противостояние, опять же, православной церкви этой идеи? А противостояние православной было колоссальное. Они сказали, а все говорили, что это нет необходимости. Вот язык наш понимает, старославянский язык понимают все. У них был аргумент, что старославянский язык понимает все славянские народы, не только русские. Поэтому не надо переводить Библию на русский. Но дело в том, что русские её не понимали. Русские могли её заучить наизусть. Был такой часословый, там другие, на чём они учились читать и что запоминали. Но библейскую истину, собственно, и не знали. Так как, по большому счёту, и сейчас русские не понимают старославянского. Кроме Ежесина Небеси, я ничего не знаю. И вот что получилось, что когда Глюк свою Библию перевёл, и должен был уже издавать, это был 705 год, он внезапно умер. А Библия пропала. Может, ему помогли умереть, да? Перевод пропал. Перевод пропал. 10 лет, да, он работал. И так и не нашли перевод. Не нашли, да. Пётр что делает? Пётр говорит, ну хорошо, вы перевод потеряли, хотя бы сделайте ревизию вашей Библии, той, которая существует. И там было очень сильное противодействие, чтобы не делать это. Но Пётр делал всё через колено, он заставил, и эту ревизию старославянского делали 30 лет. 30 лет. Как Пётр умер, она остановилась. Интересно. Вы понимаете, какое сильное противостояние духовного мира, чтобы просто Библию дать людям. И это противостояние, как ни странно, при всех аккуратных словах, которые мы подбираем, было со стороны православной церкви. Мой брат Александр позавчера заехал в долларстор, и там кипы лежат по 90, по 50 центов, кипы Библии разных форматов. И вот он взял часть, и мне присылает смс, говорит, смотри, что творится. И там он всего так в кучу. Ну, не русскоязычный. Нет, нет, на английском языке, да. Доллар, долларстор. Ну, вот учит на понятном языке. Да, совершенно так. Я к чему? Я к чему? Я к чему? То, к чему мы пришли сегодня, что они сейчас валяются. На моих глазах недавно мне прислали известный один пастыр, прочитав Библию, ну, для пафоса, чтобы, так сказать, усилить свою мысль, он эту Библию бросил, там, масса тысячи народа, на пол бросил. Вот, потом ему еще что-то пришло, мысль еще какое-то место прочитать. Он или она, не столь важно, он поднимает, снова читает, снова на полброд. Вот, толпа там, ну, так, уж извините, в прямом эфире, ну, там, от такого эффекта, там они вот-вот-вот, а, ну, как вы говорите, вот я ловлю эту мысль, оно потом и кровью было проложено, проложено еще несколько сот лет назад, и это просто потрясающе. Совершенно верно. А я даже не скажу, сколько потом, сколько кровью, именно кровью. И что интересно, что после того, когда Петр начал эту ревизию, вот уже той Библии, славянской Библии, старославянской Библии, каждый из последующих правительниц, а там были целый ряд женщин, была Екатерина Первая, потом была Анна Ивановна, потом, наконец, пришла, зашла на престол Елизавета Петровна, и вот Елизавета Петровна, которая старалась восстановить все начатое отцом, она была дочерью Петра Первого, как раз она была той, кто настоял на завершение вот этого труда, многолетнего труда. И появилась вот эта Елизаветинская Библия, которая называется Елизаветинская, которая используется в православной церкви сейчас. Их называли свободомыслящими, да? Вот насколько это такой термин им приписывали? Ярлык прилепили, свобода мысли. Это не ярлык. Это не ярлык. Это нет. Я бы сказал, что это почет и уважение. Потому что ярлык был еретики. Еретики. Их называли еретиками. Это мы сегодня их называем свободомыслящими. Вот наша «Даст Бог дожить» пятая серия выйдет осенью, да? Вот она будет «Осекта». На мой взгляд, это очень поворотный момент будет во всей нашей работе последние восемь лет. Вот там очень интересно, как даже объясняют наши все гости, да, участники фильма, кто такие сектанты. И почему официально со стороны официальной церкви православной мы рассматриваемся, все евангельские течения, движения, почему они рассматриваются как сектанты. Что собой представляет секта? То есть, пожалуйста, самое интересное, что на определенном этапе развития, и в пятом фильме мы об этом будем говорить, православная церковь была сектой. Но они же отделились от католистик. Я не хочу больше говорить, это просто интересно для наших зрителей, особенно, которые это смогут увидеть. Было всемирное, единое. Потому что секта – это любое религиозное христианское течение, которое не признается официальной церкви, которое отходит от главного и становится... И, скажем так, исторической справедливости ради стоит отметить, что кроме Лютера, как вы говорили, Кальвина, Цвингли, Юриха, или как его... То есть, были и другие отвлитвления, мало, менее заметные, но они были. Я не сомневаюсь, что были крещены Духом Святым. Возможно. Возможно, да. Даже, которые говорили на иных языках. Но история не говорит, конечно, об этом. Но оно все-таки, оно как-то докатилось, сохранилось. Если мы исходим из библейского... Из библейской точки зрения, библейской перспективы, то были. Были. Сто процентов были. Потому что, как помните, как пророк Илья, когда спрашивают, Господи, один и остался. А он говорит... Осталось еще. Ты, парень, не знаешь, что там еще 7 тысяч, таких, как ты. То есть, на каждом этапе развития церкви у Бога есть верное. Кстати, это, наверное, основной момент в нашей работе. Выявить в истории имена и события тех людей, которые сознательно скрываются официальной церковью и отдельными людьми. И поднять их на поверхность. Именно людей, которых мы в силу определенных причин считаем, находим служителями, верными, по крайней мере, движущимися в направлении к свету, пытающимися понять Бога и Библию. Когда вы, Александр, по ходу... Мы людей, мы выявляем, мы даже просим людей, содействуйте нам, помогайте нам. Вы обладаете какой-то информацией, посодействуйте нам, помогите. Мы сейчас просим, мы везде просим, не ездим. Если у вас есть какой-либо материал ценный, труд какой-то, книга, какие-то переписки, письма. Мы сейчас приближаемся уже ближе, скажем, к XIX веку. Специфика работы нашей очень будет меняться. Потому что есть уже люди, которые там помнят кого-то, хранят фотографии, документы, какие-то архивы. Ну вот архивы, если ты затронул, в архивных тех встречах, когда вы встречались с православными лидерами в Москве, мы сейчас перейдем через минуту на очередную паузу, они, как мы говорим, наши христианские деятели нашего направления, они не котируются, я так понимаю, да? А если и котируются, как еретики, да, если есть такие сведения, то есть, когда вы входили в архивы, давали ли вам возможность открывать что-нибудь, вот смотреть, прикосновать? Дело в том, что мы пригласили людей, которые участвуют в нашем фильме, которые исследовали эти архивы, да. И было время, особенно это 90-е годы были, когда эти архивы были доступны. И есть копии, которые сделаны, естественно, наверное, оригиналов нет, но те документы, которые мы располагаем, они достоверны, и они до сих пор находятся там. Спасибо. Итак, друзья, мы снова переходим на следующую паузу. Оставайтесь с нами на «Импакте». Следующий ролик, и мы возвратимся к эфиру через несколько минут. Когда мы говорим об историческом анализе, первая трудность, возможно, первая проблема, с которой сталкивается любой историк, это наличие достаточного количества первоисточников. Потому что историк должен основываться на каких-то источниках. И желательно, чтобы этих источников было как много больше, чтобы они были всесторонние, разнообразные и проверенные. Потом очень важно, чтобы историк был объективным. Это, конечно, вопрос очень большого вызова, который стоит перед каждым историком, перед каждым гуманитарным исследователем. Почему? Потому что всем мы являемся продуктом нашего прошлого. И иногда даже при огромном желании объективно посмотреть на вещи, мы считаем, что объективность — это вот именно наш взгляд, вот именно он является объективным. Нам очень сложно как бы оторваться от того контекста, в котором мы сформировались. История — страшная опасная вещь, страшная опасная вещь, потому что там от человека зависит, что же в будущем прочитают наши последователи, прочитают будущие поколения. Мы можем запутать их до конца, мы можем открыть им тайну жизни и события, которые были у нас тоже в чистоте. Поэтому очень важно, когда историк, он не принадлежит какой-либо партии, не принадлежит какой-либо церкви, не принадлежит какому-либо сословию, а историк должен быть абсолютно нейтрален, честен перед Богом и перед историей, которую он описывает. Проблема, которая стоит перед историком, тем более историком-христианином, историком, изучающим историю христианства, историю церкви, это вопрос, что мы ищем, что нам надо, какой мы хотим извлечь урок, и вообще, желаем ли мы найти истину, или же просто оправдать свою жизнь. Историк отличается от хрониста тем, что он отбирает из множества фактов, реально происходящих, отбирает существенные и выкладывает их в определенную ткань. Он создает рисунок истории, он вычленяет из реальной исторической ткани те узоры, которые составляют существенное и значимое, и из них-то и составляется то, что мы называем историей как описание. Переписывание истории связано с вопросом власти. Что я имею в виду? Истолкование прошлого, оно оправдывает настоящее. Почему при советской власти так однотонно, так критически освещалась история в царской России? Когда замалчивались все позитивные моменты и выпячивались только моменты негативные, то необходимость в революции, в советской власти, она казалась сама собою понятной. Поэтому переписывание истории, еще раз повторю, связано с вопросом власти. Почему политические лидеры переписывают историю под себя, чтобы легче управлять народом? Потому что исторический анализ является основой идеологии. А идеология формирует общественное сознание. А общественное сознание, которое подчинено какой-то идеологической схеме, формирует мировоззрение. А мировоззрение – это уже новая история. Власть над прошлым дает право владеть и в современности, властвовать в современности, властвовать над людьми, над их мышлением, над их поведением. Вот именно поэтому каждая новая власть везде – в государстве, в церкви, в каких-то общественных институциях – она стремится дать такое истолкование прошлого, которое оправдывает ее сегодняшнее поведение. Мы продолжаем эфир. Александр Шевченко, мы с тобой остались вдвоем. Уда отлучился. Но будем верить, что ненадолго снова как-то в эфире. На самом деле, Юрий, здесь очень интересный пласт, очень интересный срез. Здесь очень много работы. Чтобы сделать такую серию, у нас уходит больше года. Работает ряд людей на полное время. Перечитывается до ста трудов разных. Это мы уже проверенные разные источники и труды. Это из нескольких сот вообще нужных нам документов, которые освещают определенный исторический период, скажем, там, Петровскую эпоху. Выбирается трудов, может быть, 70, может быть, 80. Маленькие, большие. Они перечитываются. Выделяются важные моменты. Потом у нас есть круг консультантов духовных, историков, с которыми мы советуемся. Потом мы выявляем главные акценты, выявляем главные важные фигуры, которые мы хотим выделить в этом историческом отрезке. Самые главные события, которые в силу разных причин скрываются, той же официальной церковью, они как бы не работают на ее авторитет. Понимаю. Потому что это все равно существовало, постоянно существовало и существует духовное противостояние. Духовный мир, он параллельный. И неважно, кто какой конфессий, духовный мир реагирует на все божественное. Когда Стефана побивали камнями, он был исполнен Духа Святого, он сказал прекрасную формулу, которую можно применить к любой конфессии, к любой ситуации. Стефан сказал такие вещи. Вы всегда противитесь Духу Святому. Вы и отцы ваши. И говорил он это религиозным лидерам. Интересно, что они не просто противились церкви, вот этой Христовой, которая только-только зародилась, маленький росточек. И вот лидеры иудаизма видели это что-то новое и хотели ее как-то придушить. Нет, он говорит, вы всегда это делаете. Когда мы читаем о пророках, о всех праведниках, их убивали, они не были христианами. Они не были христианами, эти все пророки, которые погибали в Иерусалиме. Но они были посланниками божественными. Получается, что всегда существало и существуют два лагеря. И это не просто иудаизм столкнулся с христианством в первом веке, с этой ранней церковью. Да нет. Любая духовная работа, либо в лице церкви, либо в лице пророков божественных, всегда встречала сильнейшее противостояние духовного мира, как ни странно, в лице духовных лидеров. И оно через всю историю идет. И потому мы не ущемляем никого и не унижаем. Но факт остается фактом. Есть люди, и, как правило, люди, занимающие важные ключевые позиции в той же церкви, которые всегда противятся Духу Святому. Любой работе. Почему, Александр, вопрос. Почему, когда общество, церковное общество, какой-то духовный элемент, он обретает формы структуры с администрированием, с наслоением, с иерархией. Духи возникают, развиваются. Почему рожденный по духу всегда гоним рожденным этим по плоти? Ну почему так происходит? Понимаете, когда человек ищет Бога, он никто. Очень часто это случалось в жизни монахов. Они просто уходили в скиты, в леса. Это и было истинное богоискание. Бог, видя чистосердечие отдельных людей, посещал их мудростью, какими-то дарами. Много достаточно документов, где монахи помогали людям, изгоняли бесов, люди исцелялись. Но потом это обрастало определенной деревней, ему несли дары. Потом это обрастало в какой-то поселок, городок. Монахи тучнели. А потом они определяли для себя келью определенную, и там поклонялись. Ты уже лидер, ты уже и так было, и так есть. И потом, конечно же, всякий, кто посягал на его уже авторитет, на его имущество. Ведь не секрет, что в истории церкви, славянской на Руси, церковь владела третью, если не больше, до 40-50% земель принадлежала церкви. Поэтому, конечно же, такие монархи, как Петр, они понимали, что это государство в государстве, что здесь надо что-то делать, иначе это и есть раскол. Поэтому надо вот этот герб русский, две головы, одно туловище, чтобы мы управляли обществом церковь и государство управляли телом общества. А Петр этого не захотел. Петр сказал, я буду главой церкви. И выстроил жесткую вертикальность. Ну, кстати, той же справедливости ради, и я бы хотел отметить, что слово протестантизм, он уже не пошел от того, что Лютер прибил 95 тезисов. Это известная истина. Потому что, когда известный германский император Карл, он пошел против Лютера, а за Лютером пошли князья, феодалы, как мы говорим, маленькие фараоны, которые владели землями в то время, и они переметнулись на сторону Лютера. Карлу это не понравилось, это то, что история говорит. Он начал их пригласил к себе. Это был 1529 год. Это произошло 14 лет после того, что произошло у Виттенберга. И они не согласились. Карл поставил ультиматум, что я заберу от вас ваши привилегии, материальные владения землями и прочее, если вы не отречетесь от ереси. И они в знак протеста, они сказали, нет, мы на это не пойдем. Конечно, вот то, что стало протестантизмом в широком смысле слова, там присутствовала масса людей абсолютно невозрожденных. Это были самые настоящие междоусобицы. И войны, очень серьезные. Вот возле Праги, может быть, часа два, есть там городок такой, где гроты, эти подземные тоннели. Я уже два раза там был, очень интересный музей. Мы сейчас туда опять людей повезем. Там прятались люди, которые, Жишко такой был, одноглазый человек. Ян Жишко. Ян Жишко, да. Который был очень большим патриотом Яна Гуса. И когда Яна Гуса убили, он сказал, теперь что нас будут, всех гуситов бить. И были так называемые гуситские войны. То есть он поднял кого? Последователей Гуса. Гус прекрасная фигура. Я читал его труды, например, богословские. Я практически не вижу разбежности с современным пониманием евангельского в отношении Духа Святого, Священного Писания, Бога. Интересно. Практически это наш формат. Представляете? За сто лет до лютера. Но люди, которые последовали за гусом, которые стали именовать себя гуситами, они взяли колья, взяли вилла. И это были самые настоящие войны между кем? Между католиками и последователями Гуса. Гуситами. Потому местные жители, где мы были сейчас в Праге, в окрестностях Праги, уже много раз уже был, они очень отрицательно смотрят на протестантов. Для них вот эта идея протеста, она связана только с драками, только с войнами. Это ваши разборки. Вы всех достали. Нам все равно, кто вы, гуситы, лютеране, католики. Прекратите эти войны. Получается, что хорошая идея реформы, прекрасная, духовная, божественная идея перемен в обществе, она опускается на уровень просто междуусобиц и драк. Это просто драки, плотские, с кровью, со смертью, с отлучением. Ты перед этим пару минут назад применил такую фразу, что всякие духовные примеры, они могут быть параллельны. Всякая истина, как мы говорим, тоже параллельна. Вот какие параллели мы проведем между тем, что произошло. Были свои минусы, были свои много плюсов, то есть негатив, позитив, протестантизм, период реформации. Давай перенесемся в плоскость современности. Конечно же есть, Юрий. Есть очень яркие параллели, и, как сказал Эдвард Традзинский, который жив до сих пор и считается одним из лучших, а может и самым лучшим историком русскоязычным сейчас, он сказал, наибольший урок истории в том, что мы не берем из истории никаких уроков. И это очень печально, что мы, читая историю, не берем главных уроков. Выводов много. Я не историк по образованию, но то, что бросается в глаза, оно очень заметно, что каждый раз, когда государство лояльно к церкви, нам это так нравится, мы всегда мечтали, чтобы государственные чиновники приходили в церковь, чтобы они приветствовали христианство. Конечно, кому же это не нравится, это супер, это замечательно, но церковь как бы очень доверчива и она настолько наивна, да, как кто-то в древности сказал, когда церковь выходит замуж за государство, она будет бездетной. И это именно то, что происходит. Когда я часто захожу в офисы отдельных, видных людей нашего, толка, нашего формата, евангельских, христиан, епископов, видных пастырей и награды на стенах за заслуги перед Отечеством, второй, третьей степени, подарки дорогие, приемы официальные, да, особые места возле президента. И это независимо, какая страна, это страны советского блока. Настолько сильный поинт, я отметил, Александр. И все, и что-то происходит. А вот недавно, Юрий, может быть, ты видел, уже в России сделали медаль. Видел, нет? Нет. Уже сейчас епископам дают медали. Нашим? Нашим, да. Медаль с триколором российским, да, за верность Богу, подписан от имени Варонаева, хотя Варонаев, насколько я понимаю, трудился в Одессе, но я много уже видел фотографий на фоне вот этой вражды, боли, большой боли кому-то пришла идея откуда-то, я не понимаю. Но для меня это как-то непонятно, как минимум. Мне непонятно, зачем это делать, кто это инициирует и что вы хотите этим сказать? До тех пор, я так во свете вот этой мысли, которую ты сказал, до тех пор, до каких мы будем независимы, до тех пор, до каких мы будем признавать абсолют Библии, Евангелие, до тех пор, до тех пор истина, она будет сохранена и вера, она будет удержана. Здесь такая опасность, когда городской совет дал много прав Жанну Кальвину, пожалуйста, управляй городом, получается, в одном лице сочеталась духовная ответственность и вот эта государственная позиция человека. Я не знаю, как бы я поступил, это очень сложно, очень большой соблазн быстро преобразить город, но быстро можно поменять жену, мужа, быстро можно поменять церковь или конфессию, рубашку, быстро можно поменять место жительства, но себя поменять, но человека поменять быстро не получится. Потому когда Кальвин стал быстро писать законы, значит, пивные ограничить, до 9 часов вечера, такое количество спиртных, закрыл все бары, разрешил только 5 пивных на всю Женеву, смешно, заставил читать специальную молитву перед каждой кружкой пива. Так он же сжег ученого этого. Там, да, были на его счету, да, и кажется, не один даже человек. Но смысл в том, что люди даже собак начали называть именем Кальвин. И вот преобразований не получилось. Да, он упорядочил, в городе был порядок. Говорят, что еще 300 лет после Кальвина Женева была достаточно чистым, порядочным городом. Но какой ценой? Привлекало ли такое христианство к Иисусу Христу людей? О, государственная религия, получается. Да, как в таком государстве? Ну, короче, это сложно. Я думаю, что Господь замыслил принцип благодати. И для Слова Божия нет уз. Ты можешь быть простым, незнатным, без полномочия, но если ты человек, исполненный Святого Духа, и ты имеешь на себе помазание или призвание благовестника, тебя ничто не остановит. И это преображает душу людей. Я сейчас читаю биографию этого Чарльза Финнея в Америке. Просто Бог его коснулся. 20 лет парень его накрыл в офисе, где он работал. Он рыдал полночи. Потом начал рассказывать о своем опыте. Люди, работники начали плакать, церкви начались, покаяния сильные. И оно перекинулось на то, что за всю его жизнь этот человек привел ко Христу около полумиллиона людей. И сопровождалось это сильным, душераздирающим воплем и плачем, сокрушением духа. Один человек без сопровождения армии, без телевидения, без интернета, без финансового суппорта. Я считаю, что это действительно духовный элемент, который возрождает нацию. Но мы можем возвратиться на круги своя? Или так оно и будет? Почему я задаю вопрос? Потому что, если так уж вникнуть чуть-чуть в историю, снова тот же самый Кальвин, он определил для всех на то время церковная номенклатура, она настолько была раздута, раздута, церковное название, номенклатура, и он опустил это на уровень, он назвал четыре всего, четыре положения в церкви, четыре позиции в церкви. Пастырь, проповедник, старейшина и четвертый учитель. Вот это четыре. Потому что там были мандриды, архимандриды, папы, епископа, кардиналы, и пошло-пошло. Он опустил на четыре. Вот если мы говорим, если возвратиться на круги своя, как упростить вот эту сложную механизм вот такую? Это и в отношениях. Конечно. Юрий, Ну, реформация возможна на сегодняшний момент или нет? Вопросы чудесные, вопросы сложные, но очень интересные. Они воодушевляют пересмотреть наши структуры церковные. Опять же, если сводить это ко мне лично, то, ну, я обычный человек, самый обычный человек, мне просто свой взгляд есть, как мне кажется, чтобы я видел ценным и чтобы хотелось, так скажем, предложить или поменять в существующей нашей евангельской структуре. Моя мечта, как бы, мое желание это прославить само тело. Церковь это тело, да, мы используем сейчас образный язык, аллегорический, но мне очень бы хотелось не отдельных людей прославлять, подарованных, ярких, призванных Богом, помазанных, все на своем месте, но именно прославление церкви как тело Христово, где люди функционируют, где люди нашли свое место, где они полезны, где их чувство достоинства на месте, где человек знает, что он приносит плод. И мы сейчас говорим не только о церковном дворе, что вот человек именно на территории церкви трудится, потому что 97-99% людей никогда не будут за кафедрой. Они на работах, они растят детей, они учатся, они открываются. И они два раза отдают в неделю, два часа отдают церкви. Потому последнее воскресенье мы очень старались говорить прямо на сцене церкви на тему угадай какую. Может ли твоя профессия быть служением? Может ли твоя карьера быть твоим призванием? Может или не может? Если может, как поменять отношение к труду? Что говорит Библия о профессии человека, о труде? Какой должна быть этика труда у евангельского человека? Все, что вы делаете словом или делом, делаете как для Господа. Может ли Бог рассматривать это как твое служение? Потому что в конце пути мы должны какой-то плод принести. если оно все сводится к деньгам, бизнес, то тогда подозрение может падать и на меня. А может я тоже пастором работаю только ради денег? А почему тогда мы так думаем о тебе или о любом бизнесе? это все ради денег? Может и ради денег, но такая же тень может упасть и на меня и на любого другого миссионера. Видишь, в нашей среде мы в церковности расчленили, разъединили твое местоположение вне церкви и твое положение в церкви. Вот в чем проблема. Если смотреть в ракурсе, в разрезе моего местоположения в бизнесе, в офисе, на работе, в колледже, в университете. Вот это, мне кажется, одна из главных реформ, если что-то реформировать сегодня, это поменять мировоззрение людей. Если ты церковь, если ты в завете со Христом, если ты рожден от Бога, рожденный от Духа, есть Дух, может ли твое материнство быть служением, которое прославляет Бога? Каким должно быть тогда твое отношение к материнству или к отцовству? Может ли твоя профессия, твоя карьера быть твоим призванием? Да или нет? Как разобраться? И мы стали об этом много говорить. Мне кажется, если что-то менять в современном представлении о церкви, о церковном духовности нашей, то надо выйти за рамки просто воскресного богослужения формата и воодушевить. И воодушевить всю церковь, всех людей искать свое место в теле и переносить Ты знаешь, есть хорошие примеры, как мы говорим, даже модели. Одним из моделей, мы вчера, я вчера эфир имел с корейцами, кореец был у нас, очень хорошая модель, потому что, наверное, и ты, и я, мы были в Корее и видели ту модель, которую они избрали. Так вот, в тему, я вне темы, но в тему, на поставленный мною вопрос, на поставленный диаконам, бизнесменам, а я встречался со многими, и богатые, и средние, и бедные, ну там, как таковых, бедных нету, но я говорю пастырю, даете ли вы позволение, чтобы кто-то из ниже ваших находящихся служителей, даже с титулом пастыря, с церковного Амвона в воскресенье несли главную проповедь? Он говорит, нет. А я обращаюсь к другому, говорю, а почему ты не проповедуешь? Он на меня посмотрел настолько искренними глазами, удивлением и непониманием. Так я, говорит, не призван для этого. Я говорю, как, ты же рукоположен, они называют просветер. У них пастырь это самые, а просветер. Нет, говорит, у меня большой бизнес, я служу своими средствами, я служу в теле. Поэтому, ты знаешь, есть такие, как мы говорим, прецеденты, есть такие в мире прецеденты. И это прекрасно. Это сдуло, что ты, это потрясающе. То есть, почему, потому что в своей красоте и в букете оно же дополняет, оно не вытесняет тебя или меня, если ты за кафедрой, а я где-то, я прихожамен, я чернь. В реформации период называли чернь. Тот же Лютер, который мы много сейчас вспоминаем, он говорил, если ты дворник, ты должен подметать улицы так, как Майкеланджело рисовал картины, чтобы каждый, кто проходит возле твоего дома, мог сказать, здесь живет лучший дворник в мире. И вот получается, качество труда, любое, вот качество звука, мы все за качеством, мы хотим качественную одежду, качественное оборудование, да? Ну, кто не хочет качества? Получается, качество работы нашей связано с качествами нашего характера. Если я, как человек, халтурю, ну, я неответственный, я безразличный, я сам себя не уважаю, я не хожу под божественной властью, ну, у меня нет качеств достойных, христианина. А тебе раз бы недостаточно быть духовным. Так а что ж тогда такое духовность? В церкви, аллилуйя, а воочи по воскресеньям, разве недостаточно? Я прошу прощения за свой пассаж. Юрий, что ж тогда это за духовность? Я говорю, если бы Соломон только писал притчи, но сидел в бочке с капустой, как диаген ел эту морскую капусту, то нужны не его философии, а его притчи. Он смог построить царство, и это доказало, что на нем была действительно мудрость. Там и одежда, и что они ели за столами, и как был устроен храм. Царская пришла, говорит, не половины не сказали. Обычно люди преувеличивают, а здесь наоборот получилось. То есть она была вне себя, она была в шоке. И это показатель мудрости, что Бог помазал этого человека. Я считаю, что показатель духовности это не наши молитвы, и чистота этих молитв. Вообще, не боюсь это сказать. Это не чистота, не продолжительность, не громкость наших молитв. Это уже не я придумал, это Христос сказал. Не многословий мы услышаны. А главное, это созидание самой личности, это качество. Потому что человек состоит из качеств. Добрый, щедрый, порядочный, ответственный. Вот он и есть человек. Опишите мне человека. Я понял, что ты апологет и дух, и душа, и тело да сохранится. Ну, а как? Ну, это по писанию. Ну, а как, Юрий? Что же это за духовность, что человек с детьми времени не умеет проводить? Друзей у него нет, потому что он со всеми ссорится. Природу он не понимает, музыку не слушает, за собой не ухаживает. Амин, кому нужна такая духовность? Это псевдодуховность, это какая-то сектантская духовность. Ты прямо в идеал полез. Ну, Юрий, Оно должно так быть. Оно же должно из духа вся эта красота, все это развитие, я бы так сказал даже, развитие человека, интеллектуальное развитие человека. Он должен быть любознательным, он должен быть развитым. Да нет, интеллект мы сопричисляем, знаешь, к чему? С бесами. С бесами. И не место ему в церкви. Я прошу прощения за откровенность, но, к сожалению, наблюдаются такие тенденции. Очень жаль. Очень жаль. Я считаю, что все таланты, все, что дал Бог человеку, он должен подчинить, конечно же, Богу. Конечно же, человек может своим интеллектом быть большим гуманистом и без Бога развиваться, что очень стыдно и неприятно. Когда, я так говорю, когда человек только переступает порог молитвенного дома, церкви, не конфессия, я говорю, он прекрасный кандидат, он чудесный кандидат на то, что он может не уступать, получив то, что мы получили от Бога, через Слово, через проповедь, через Дух Святой, через познание истинств, так он может быть тем же самым стать Миколанджело, тем же, вспомнишь, ты когда-то лет 10 назад насчет Киркорова, да у нас же свои тут Киркоровы сидят, зачем нам за кого-то, то есть, ну это в идеале, я прекрасно понимаю. Александр, мне подсказывают, что время стремительно ушло, Бог да благослови в проекте. Если 30 секунд, мы улетаем в Европу, у нас будет тур по местам реформации, регистрация уже закрыта, мы уже никого не приглашаем, но я с нетерпением жду этого времени, посетим 10 разных городов, мест, у нас очень хорошие гиды, и супер будет просто поездка, закончится она в Праге, и там будет премьера в Праге, мы сняли холл, самый большой холл, на 1800 мест, прямо в центре Праги, а в Сакраменто, премьера вот этого фильма будет 9 июля, вход бесплатный, наш зал может вместить чуть больше 900 человек, у нас сейчас прекрасное оборудование, самое такое качественное, мы обновили в церкви, потому все желающие могут записать себе эту дату, и вот этот фильм... Здор, мы его делали почти 2 года. Вы будете показывать. Это премьера, здорово. 9 июля вечером. Вторая часть, она заключалась, друзья, нашей встречи, с тем, что давайте реформировать, начнем каждый из себя на своем месте. Реформировать будем себя лично. Пробуждение начинается с меня, помните, это знаменитая книга. Поэтому, друзья, спасибо, что вы были с нами на «Импакте». Я верю, что цель достигнута, если даже чуть-чуть, ну, что-то произошло в нашем мировоззрении, в лучшую сторону, сдвиг в позитив, цель достигнута. Александр, еще раз спасибо. Спасибо. Бог да благослови вас, друзья. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословены и оставайтесь с нами на «Импакте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова